так почему у нас youtube не идет привет а youtube то у нас что чтобы не повторять нам по дважды как вы готовитесь к новому году кто-то воспринимает новый год кто-то нет у всех по-разному но могу сказать что энергии будут бешеные они уже идут в таких в таких объемах и в эти моменты мы себе придумываем очищение мы себе придумываем что мы что мы должны что-то отработать что мы должны что-то закрыть то есть мы целый год об этом не думаем а под новый год мы хотим быть такими за несколько дней сделаться чистыми, белыми пушистыми чтобы у нас все было хорошо и думаем что если мы за за один день за несколько недель что-то поменяем в своей жизни то следующий новый год у нас будет каким-то особенным наверное я начну знаете есть такая поговорка которую вы абсолютно все слышали правда жизни да и в этой поговорке в ней на самом деле заложен целый космос потому что когда мы либо кто-то начинаем говорить про то что там вот этот человек там он молодец а этот негодяй этот делает правильно а этот нехорошо делает этот ворет а этот не врет я бы наверное вам хотела сказать что не бывает на данный момент ни хорошо ни плохо не бывает на данный момент ни вранья ни какой-то истинности потому что есть такое что правда жизни все что происходит в этом моменте это и есть правда думаете вы о другом кажется ли вам что это по-другому либо какие-то у вас происходят моменты с вами и вы через призму своего мировосприятия начинаете это вы вкладывать их в какие-то границы самого себя правильности и неправильности верности и неверности это всего лишь ваши границы но то что с вами сейчас происходит это происходит правда вашего конкретного состояния и вашей конкретной жизни почему я начала еще этот эфир вот именно с правды мы же все оставляем где-то там и я не знаю видели вы эфир предыдущий или нет он был в закрытом клубе про лимфу но я его выпустила в открытый эфир чтобы посмотрели вообще что у нас происходит в клубе какие эфиры потому что я я же не все их я забываю все их рекламировать что вот сейчас будет такой-то эфир в закрытом клубе сейчас будет вот этот эфир в закрытом клубе ребятам скинула информацию что будет эфир в обычные на другие соцсети не кидают поэтому мало кто знает что у нас там они проходят какие темы у нас проходят там мы разбираем тело тело разбираем по частям вот и как раз в этом эфире я закинула информацию закинула информацию про то что я планирую провести полностью обследование своего физического тела на что у меня конечно же очень много было разногласий между разными людьми и разногласия эти касались конечно же от того что ем я или не ем пью я или не пью сплю я или не сплю вру я либо не вру и наверное в следующий год как бы оно ни было банально да я бы наверное хотела пройти без этих вопросов что значит без этих вопросов я очень много внимания сейчас уделяю другим аспектам и вам все время говорю о том что абсолютно не важно кушаете вы или нет те состояния в которые про которые я вам рассказываю они никак не связаны с едой они никак не связаны с питьем они никак не связаны со сном жизнь без еды и без жидкости это всего лишь инструмент и когда мы говорим про ремонт мы мы предполагаем что это будет спектр каких-то работ которые воедино дадут нам какой-то образ да новый образ новый образ квартиры комнаты дома не важно чего вот и наверное про те состояния которые я говорю и в том числе малоедение редкоедение неедение это тоже как один из инструментов будете вы им пользоваться или нет это уже другой вопрос и я стараюсь его не поднимать на своих эфирах чтобы чтобы люди не отвлекали внимание от самой сути куда я про что я рассказываю куда я веду веду я как раз ребят вас к самому себе чтобы вы научились идти к себе чтобы вы раскрывали свой потенциал который очень огромный который настолько великолепный и мы к сожалению знаем о нем всего лишь несколько процентов да меньше десяти и это я вам хочу показать я хочу вам показать насколько вы насколько вы крутые насколько вы большие насколько вы глубокие это никак не касается еды это никак не касается питья поэтому эту тему я бы хотела просто закрыть ведь абсолютно не важно ем я или нет абсолютно не важно пью я или нет ведь я хочу показать именно другое состояние себя и когда меня спрашивали одно время почему вот вы там вот некоторые некоторые там автономы или кто там вот снимаются там в бекине там еще что-то вот показывают свою фигуру почему вы этого не делаете я тогда раз и навсегда закрыла этот вопрос потому что я хочу сделать акцент наверное на своей попе а на своей голове да что я делаю вот и здесь я точно так же я не хочу делать акцент на моем рационе питания или не питания я все же хочу сделать акцент на тех состояниях к чему можно прийти на тех вибрациях на том мире который покажет абсолютно другие другое качество самого себя и конечно же я не отказывалась я как я и планировала я буду делать полное обследование своего организма буду его комментировать а вы будете делать свои выводы единственное что я трансляция идет спасибо единственное что я хотела это сделать сразу же после новогодних праздников но узнав цены цены на анализы то есть мне нужно сдать полный спектр анализов прежде чем ехать в клинику и там находиться какое-то время я не я возможно сразу же после праздников это не потяну но это я вам ребят говорю не для того чтобы меня финансово поддержать нет 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 я я не приму никаких денежных сумм я буду денежные суммы принимаю только за свою работу я вам просто это говорю к тому чтобы вы не думали что я сказала а потом раз отказалась просто это может затянуться затянуться до того времени пока у меня будет финансовая возможность потому что действительно сдача анализов и несколько недель в клинике это для меня пока на данный момент это такое не 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 дешевое удовольствие я бы так сказала вот поэтому да все будет вы просто будете по анализу я буду комментировать я буду показывать вы сами все посмотрите сами все убедитесь сами сделайте свои выводы вот и что касаемо конечно же тех ретритов и тех практик которые будут будут проводиться и на марафонах онлайн и на ретритах они будут предпочтительно с пищевой паузой и я объясню почему то есть это потому что когда вы убираете на какое-то время давайте мы не будем говорить про автономию да но когда вы убираете на какое-то время еду то ваша психика перестраивается и она перестраивается на такое достаточно манипулятивное состояние самого себя и через это состояние через этот нарыв намного проще вскрыть те крючки которые воздержат тянут вниз вот это мы конечно же будем делать а что касаемо могут ли люди жить в автономии не могут люди жить в автономии уже столько исследований уже столько доказано столько показано и здесь я могу вам сказать только одно если вы зашли на несколько дней сухих то это очень хорошо для вашего организма если вы зашли на 21 день то у вас идет перезагрузка психики если вы зашли на 40 дней то вы погрузились в иной мир а если вы на 90 дней то после этого неважно будете вы есть потом или нет вы уже никогда не будете прежним и здесь же не нужно мне верить здесь же можно проверить и здесь же абсолютно четко видно по людям насколько они вошли в нового себя здесь не нужно какие-то доказательства мы же с вами смотрите почему очень любим какие-то доказательства докажите докажи мне это докажи мне то нам очень сложно собраться через самого себя я сейчас объясню как это что я имею ввиду я это всегда без поддержания чего-то я это всегда то что в абсолюте я это не то что я могу наблюдать то что я могу наблюдать это уже не я все что я глубже чем наблюдение откуда не идет то что ты не можешь себя сказать что я это вижу я это наблюдаю я это слышу но это не я там начинается я и вот это и вот это вот я когда она начинается когда ты встречаешься с самим собой то после этого тебе больше не нужно никакой поддержки тебе не нужно больше ни на кого опираться тебе абсолютно без разницы что и где говорят потому что смотрите когда мы хотим узнать и действительно ли этот человек нас не обманывает значит тебя можно обмануть пока ты так думаешь ты в первую очередь обманываешь сам себя когда ты себя не обманываешь себя только себя то тебя не может обмануть уже никто пока ты себя обманываешь делая из себя хорошего тебя всегда будет кто-то обманывать ты всегда будешь недоволен чьими-то результатами потому что тебя у себя нет потому что ты не можешь сам с собой находиться там где ты есть ты всегда будешь ориентироваться на кого-то ты всегда будешь видеть себя только из соотношения кого-то другого ты всегда будешь понимать а где я стою справа или слева ориентируясь на любого другого человека ориентируясь даже на какие-то предметы это может быть объекты или субъекты и только когда ты есть у себя тебе не важно где ты стоишь ты стоишь слева справа сбоку спереди сзади ты просто есть и когда ты просто есть тебе абсолютно не важно что делает либо не делает другой человек ты просто можешь пропускать его через себя ты можешь просто наслаждаться теми знаниями которые он тебе передает ты можешь просто наслаждаться теми знаниями которые ты передаешь ему Не влезая в те поверхностные ситуации, в те поверхностные видения, либо делания, которые он показывает, либо не показывает. Ведь я не есть еда, и я не есть питьё, я не есть ничто. И если меня интерпретировать через еда, либо не еда, то это уже буду не я. Это то же самое, что меня интерпретировать через одежду, но под одеждой всегда я. И как только вы научаетесь смотреть то, что есть внутри себя, вам абсолютно не важно то, что говорит и делает другой человек. Вы видите намного глубже, что есть этот человек, потому что не всегда мы говорим то, что думаем, знаем. Это бывает неосознанно. Не всегда мы делаем то, что думаем и знаем, но мы всегда есть просто потому, что есть. Александр, мне, например, не нужны доказательства, я так чувствую человека, мне важно ощущение от него энергии. Да, это и есть про то, что я говорила. Не важно, что человек будет говорить вам. Не важно, что я вам сейчас скажу, что я, например, сегодня не ела или я сегодня съела таз с пельменями. Это же абсолютно про другое. Это всё поверхностное. Это всё отвлечение вашего внимания от самого себя. Ведь когда вам неинтересен какой-то аспект, вы от него не задумываетесь. А когда вы начинаете топтаться в каких-то своих непроработанных состояниях, вы начинаете их искать всегда в других, убирая фокус внимания с самого себя. По-моему, уже домой перешли на чувствование. Здорово. Глуси. Почему желания исполняются на депривации? Света, ты облачала, дайте ответ. Спасибо. На депривации почему исполняются желания? Всё очень просто. Это не обязательно на депривации. Вы можете их исполнять, когда минимизируете или убираете еду. Но что такое минимизировать, убирать еду, либо убирать сон? Это как раз когда вы оголяетесь перед самим собой. Когда вы оголяетесь перед самим собой, тогда вам неинтересны желания социума, вам неинтересны критерии, навязанные вашими близкими. Вам неинтересно угодить кому-то. Вы погружаетесь в себя. И когда вы погружаетесь в себя, вы начинаете чувствовать себя, чувствовать то, что хотите именно вы. А наши истинные желания, которые принадлежат нам, они у нас сбываются всегда, сразу, моментально, которые для нас. Неважно, чего это касается. Это касается каких-то материальных вещей, это касается каких-то объектов, субъектов, это касается каких-то любимых наших. Абсолютно неважно. Если мы чувствуем, что нам с этим человеком как-то дискомфортно, но мы его очень любим. И если мы нашли себя, то этот человек моментально от нас отвалится. Моментально. Если мы хотим кого-то к себе приптянуть, потому что нам очень хорошо в его поле, он обязательно будет в нашем поле. Потому что мы повернуты к себе. И еще раз повторю, что депривация, что питание — это всего лишь инструмент. Инструмент такой же, как велосипед. Вот смотрите, кто умеет кататься на велосипеде, да? Почему велосипед? Потому что вы все знаете, что я обожаю велосипеды. Когда, если человек научился кататься на велосипеде, и, например, там не ездил 10 лет, 20 лет, он потом сядет на него и поедет. Поедет так же, как на нем и ездил. А есть человек, который всю жизнь катался. И он тоже катается. Просто чуть лучше. Потому что он уже давно катается. И так же с вашими состояниями. Если вы в них вошли один раз, то вы в них будете входить и входить. А если вы в них закрепились, в этих состояниях, то абсолютно неважно, начнете вы потом есть, начнете вы потом спать. Вы уже будете в этих состояниях. Если вы пойдете дальше, вы это разовьете. Это всего лишь был вашим инструментом. Оставите в этот инструмент в своей жизни. Либо уйдете от него. Это уже абсолютно про другое. Потому что посмотрите, как многие говорят, когда их спрашивают, зачем тебе автономия? Они говорят, ну как, не ходить в магазин, мне надоело есть. Я не хочу тратиться на туалетную бумагу. Я не хочу это есть. Все такие банальные вещи. Ребята, это не работает. Автономия вообще не работает. Она не про это. Я уже говорила и не раз. Когда вы приходите к самому себе, когда вы встречаетесь с собой, когда вы научаетесь жить в чувствовании самого себя, то вам становятся неинтересны поверхностные эмоции. вы все реже и реже возвращаетесь к эмоциям, потому что они, как искра, они очень быстрые, очень яркие. И после них, как правило, вы как выжатый лимон. А чувствование, оно глубокое. Оно всеобъемлющее. Чувствование — это глубина. И вы все больше и больше хотите вернуться в чувствование. И вам становятся неинтересны эмоции. И вы от них отказываетесь. А что такое эмоции? Это в первую очередь еда. И она у вас отваливается не потому, что вы выходите, не потому, что вы себе даете какую-то аскезу, а потому, что она становится неинтересна. Вы можете кушать очень мало, можете кушать очень редко, можете не кушать. Это не имеет никакого значения. Потому что вам уже интересно. Абсолютно другая матричная игра. Абсолютно про другое. Существует ли этичное питание? Если ты спрашиваешь, то в твоем мире, скорее всего, существует. И это не важно. Да, можно есть по чувствованию, по чуть-чуть и быть в моменте. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я знаю таких людей. Да и все вы, наверное, знаете таких людей. Их очень много. Просто в их жизни еда не играет никакой роли. Вы же мне никогда не задали, ни разу не задали вопрос, о каким кремом вы мажете пятки, о каким порошком вы стираете одежду. Для вас же это не актуально. А почему для вас актуальна еда? Это все то же самое. Это все поверхностное. Это все не про то. Пойдемте глубже. Пойдемте в новый 2023 год по какому-то там календарю в глубину себя. А почему я говорю, пойдемте, может быть, кто-то мне скажет, это не тот календарь, это... Ай, это новый год начнется с других чисел, еще что-то. А я вам сейчас не про новый год. Я вам сейчас про вибрации. Вы же чувствуете вибрации. Вы же здесь все особенные. Вы же уже сейчас начинаете испытывать то, насколько накален каждый миллиметр этого пространства. И вот в этом пространстве своей Любовью вы формируете то, что будет закладываться еще на очень долгое время, энергетическое время, на ваше энергетическое время. И этот пик, конечно же, будет в новогоднюю ночь. Не потому, что это какой-то календарь, не потому, что это какой-то прям праздник праздничный, а потому, что люди в тот момент максимально счастливы. и вот в этот пик максимального счастья заряжайте свое пространство этими эмоциями. я думаю, что вы поняли, от скуки ем только. да, возможно, но если у тебя есть скука, то это прекрасно. если есть скука, то есть и радость. и это замечательное, замечательное чувствование, замечательная пора, потому что, когда мы переходим на другой этап самого себя, то такие эмоции, как что-то испытать такое очень яркое, очень нежное, какие-то яркие влюбленности, какие-то сногсшибательные ссоры, что-то такое, этого уже не будет. вы настолько будете равны, как самому себе, так и к другим, что иногда будете смотреть на какие-то ссоры влюбленных, на какие-то переживания своих родственников и близких. И вас эта ситуация будет просто умилять. Вы не захотите туда вмешиваться, вы не захотите что-то исправлять. Вы будете видеть и понимать, как это великолепно, когда это еще можно прожить. И вы им позволите быть вот в этом во всем, в проживании чего-то глубокого на данном этапе их самих. И это тоже великолепно. Ребят, я вас всех обнимаю. И, конечно же, числа какого? Второго, третьего в клубе будет эфир следующий. Возможно, противус. Что-нибудь будем дальше разбирать по своему физическому телу. Если у кого-то есть какие-то вопросы, если кто-то хочет какие-то эфиры, то пишите обязательно в комментариях. Пишите здесь, пишите в любых соцсетях. Я все читаю. Не всегда бывает, что я отвечаю и комментирую, потому что иногда просто не хватает времени. Но я все читаю, у меня все под запись идет. И я смотрю, где больше всего запросов, по какой теме. И, конечно же, их стараюсь раскрыть в первую очередь. Я вас всех обнимаю, всех заряжаю невероятной любовью и легкостью. И с этой легкостью идите в новые энергии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok